В эфире новости. В студии Анна Чугунова. Здравствуйте. Говорим о главных событиях к этому часу. В Владимире полицейские задержали сбытчиков поддельных денежных купюр. В спецоперации приняли участие сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ. С поличным задержали двоих подозреваемых. Ноги вытянул. Ноги вытянул. Работу в них. Фамилия. Вышел сюда. Упал. Оперативники установили, что злоумышленники продают фальшивые доллары на улице Мирова-Владимире. Во время очередной встречи с клиентом, приезжий из Волгоградской области, его сообщник из Краснодарского края передали местному жителю 6 тысяч долларов США. В ходе личного досмотра фигурантов и в арендованном имя автомобиле полицейские обнаружили свыше 23,5 тысяч долларов. Следователям Следственного управления УМВД России по городу Владимиру возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время они соединены в одно производство, а фигуранты заключены под стражу. Продолжаем выпуск. Губернатор Александр Авдеев посетил пункт отбора на службу по контракту. Глава региона проверил выполнение его поручения, которое он дал 25 мая, в день открытия центра на 1-й Пионерской, 92. Александр Авдеев убедился, что все выполнено в срок. Чтобы пункт отбора на службу было удобно найти, здесь повесили баннеры. Заасфальтирована дорожка от остановки, дополнительно сюда привезли необходимую мебель. Губернатор поставил задачу докомплектовать пункт ротехникой и установить систему круглосуточного видеонаблюдения. К моменту приезда главы региона сотрудники принимали 5 человек, в их числе гражданин Таджикистана. Все нормально? Вы объяснили все, как оформляться? Да, так точно. Решение осознанное, помочь стране. А сами давно в России? Да уже два года. Два года? Ну, надо гражданство получать и все. Семья переехала, нет? Семья здесь. А, ну отлично. Получите гражданство. Губернатор Александр Авдеев в своем телеграм-канале написал. Ему важно видеть, что потомки победителей фашизма из других государств бывшего союза болеют за нашу общую победу. Добровольцы из Таджикистана дома ждут жена и четверть детей. Он говорит, что готов выполнять боевые задачи. Сегодня в Владимире свою работу начал общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами депутатов областного парламента. Его главная задача – обеспечить прозрачность и законность голосования, а также не допустить провокаций. Штаб создан по инициативе Общественной палаты Владимирской области и работает уже третий год. Он располагается на базе Владимирского филиала «Ранхикс». На этой площадке будет проходить подготовка общественных наблюдателей, их обучение избирательному законодательству и координация их действий во время избирательной кампании. Новшество этих сентябрьских выборов – использование в том числе и дистанционного голосования. Оно даст избирателям возможность сделать свой выбор без посещения участков, используя цифровое устройство с доступом в интернет. Нужна будет лишь подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Это действительно новое начинание, но которое, как мы надеемся, будет досположить на эффект. Для Общественной палаты, для штаба общественного наблюдения появляется необходимость проработки более глубокой этого вопроса, подготовки специальной группы экспертов, которые будут в системе интернета отслеживать эти процессы. Мы начали работу с нашими коллегами в Владимирском государственном университете и надеемся, что к моменту выборов будем в полной готовности. И к другим темам. Одновременно со строительством Рпенского проезда у Владимира специалисты Фрунзенской районной администрации областного центра ведут благоустройство прилегающей к дороге территории. Изменения коснулись не только реки Рпень, но и гаражного корпоратива «Юбилейный». Все подробности расскажет Ксения Садова. В русле реки Рпень скопилось много мусора, пластиковых бутылок и пакетов. Но больше всего здесь гнилых и аварийных деревьев. Многие из них давно лежат в отдых Рпене. Сотрудники отдела благоустройства Фрунзенского района ведут очистку русла. Рпенский проезд соединит восточную часть Фрунзенского района города и улицу Мира. Уборку территории начали еще весной. Сейчас работы в самом разгаре. Сотрудники спиливают сухие ветки, вручную удаляют мусор из реки. С помощью специального измельчителя избавляются от веток. Работы очень важны по удалению сухих деревьев. С целью избежания подтопления конструкционных материалов от мамильной дороги как раз и производится очистка территории. То есть в прошлые года, это два года назад, три года назад, производилась очистка русла в районе пенсионного фонда. То есть сейчас мы забрались выше по течению. Помимо очистки реки, сотрудники мэрии начали демонтаж незаконно установленных металлических гаражей ГСК «Юбилейный». В администрации подчеркивают, что этот участок земли превратился в громадную свалку. Эта территория, которая захламлена гаражами, она используется некоторыми несознательными жителями окружающих домов как такая территория незаконной свалки. Сюда несут и старую мебель, и другой крупногабаритный мусор. И вот сейчас очистка этой территории производится. На территории гаражного кооператива около 200 гаражей. 30 из них уже убрали сами владельцы. Сергей Мурыгин отмечает, они стоят там незаконно. В свое время кооператив не заключил договор аренды земельного участка с городскими властями. Хотя это и предусматривалось условиями договора. И вот уже 40 лет люди не платят налоги за пользование этой землей. Кооператив данный договор не заключил. В районную администрацию и в фронтский райисполком не обращались. Соответственно, должным образом документы не оформлены на земельный участок. Данный факт также нам подтвердили управление Росреестра и областной архив. Прежде чем демонтировать постройку, владельцев предупреждают дважды. Если через два месяца после оповещения гараж так и остается на месте, его возят на спецстоянку. Закончить демонтаж планируют уже в августе. После этого территорию благоустроят. Установят лавочки, сделают освещение, оформят пешеходную зону и велодорожки. Не забудут и про бесплатную парковку. Все изменения проведут за счет средств муниципалитета. Ксения Садова и Дмитрий Шаталов. Юные отличники, спортсмены, танцоры и музыканты. Сегодня в Патриаршем саду торжественно вручили паспорта самым талантливым школьникам города Владимира. Праздничное событие прошло в рамках традиционной патриотической акции «Я гражданин России». На церемонию пригласили победителей олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов. Первый в жизни документ 14-летним юношам и девушкам вручила глава города Дмитрий Наумов. «Это действительно наше достояние, наше будущее, наша гордость. Поэтому мы реально гордимся этими молодыми дарованиями и делаем все для того, чтобы их поддержать и открыть им эту дорогу в будущее. Это начиная от всех возможных образовательных мероприятий, спортивных. Мы стараемся максимально расширить возможность участия детей во всевозможных соревновательных мероприятиях, праздниках и всего остального, чтобы могли проявить себя на всех поприщах. Также идет неплохая возможность обмена опытом с другими территориями. Я думаю, что та поддержка, которой мы стараемся помочь совместно с администрацией области, она выливается в те результаты, которые мы с вами видим практически на всех соревнованиях». И к другим новостям. В столице региона прошел день вязания на публике. В сквере рядом с городским домом культуры собрались настоящие профессионалы своего дела и новички. Все подробности расскажут мои коллеги. Здесь каждый может научиться вязать списами или крючком. Николай Названов удивляет участников мастер-класса. Он вяжет на пальцах. Мужчина говорит, новый способ пробует впервые, поэтому начинает с малого. «Получается так, что вот сейчас надо чему-то научиться новенькому. А вдруг пригодится? Мало ли чего. Я думаю, что получается отвратительно, но совершенствуется». Перед участниками акции не ставят общую задачу, что вязать и какого цвета взять нитки. Они выбирают сами, поэтому многие еще в поисках идей. «Вяжу в несколько рядов». «Это что ты делаешь?» «Я не знаю, просто какую-то косичку». Мастер-класс для начинающих проводит Екатерина Названова. С крючком она не расстается с детства. Вязание ее научила бабушка. А сейчас она сама ведет кружок в ГДК. Среди ее учеников и дети, и взрослые. Всем она готова раскрыть секреты мастерства. «Я нахожусь в кругу единомышленников. У меня ощущение единства и некоторой радости, потому что я могу делиться, потому что я занимаюсь любимым делом. Я не устаю поправлять, подсказывать. Я очень спокойно к этому отношусь. И мне нравится, когда у людей получается». Поддержать своего наставника и заодно принять участие в акции пришла и Елена Желманкина. Своему хобби она посвятила больше 70 лет. На мастер-класс женщина принесла несколько любимых изделий – вязаные игрушки и броши. «Я вот разбираюсь, как вот этот вот, как косынку вот эту связать. Распечатку не нашла, так вот по рисунку прямо разбираюсь». А вот Виктории Карпенко схемы не нужны. Порядок работы юная вязальщица строит в голове. Сейчас Виктория вяжет себе муфту. Говорит, на это уйдет не больше часа. Она занимается танцами, учится в музыкальной школе и любит кататься на скейтборде. Но для вязания мастерица всегда находит время. «Я занимаюсь вязанием где-то 5-6 лет. Я начала им заниматься с первого класса, когда я искала то, что мне по душе. У меня вроде бы пять игрушек, которые я сама связала. Есть один шарф и вот сейчас будет муфта». Всемирный день вязания на публике для городского дома культуры. Пилотный проект провести его решили спонтанно. Организаторы считают, главная задача праздника – общение единомышленников. Для поддержания уютной атмосферы они подготовили для гостей горячий чай и сладости. «Это такая объединяющая акция, которая собирает людей, которые хотели бы научиться, у которых, может быть, давно было желание, но они не находили времени. Либо приходят люди, которые вяжут постоянно, уже не мыслят своей жизни без этого, и они обмениваются обыкновенным частным опытом». В городском доме культуры планируют проводить такие мастер-классы для увлеченных людей регулярно. Впрочем, чтобы научиться вязать, не надо ждать следующего лета. Желающие всех возрастов могут записаться в кружок. Ирина Начарова, Марина Елькина и Евгений Адамов. Во Владимирской области пройдет фестиваль «Богатырские игры». Яркое спортивное шоу состоится 17 июня в столице региона на Соборной площади. В этом году фестиваль пройдет уже в седьмой раз. В спортивной программе соревнования по самбо, гиревому спорту, масс-рестлингу, арм-рестлингу и регби. Центральным событием, которого также ждут владимирцы, станет шоу рекордов по силовому экстриму. В прошлом году в нем приняли участие 12 богатырей, соревновались 6 команд, спортсмены из Владимирской области, заняли первое место. Всего в «Богатырских играх» планируется участие более 300 спортсменов из разных регионов России. В этот день все желающие смогут сдать нормативы ГТО на площадке Центра спортивной подготовки. Праздник будут сопровождать выступления творческих народных коллективов. Торжественное открытие фестиваля «Богатырские игры» состоится 17 июня в 14 часов. Сотрудники дирекции особо охраняемых территорий и специалисты регионального отделения «Союза птиц» России окольцевали птенца длина хвоста неясыти. Теперь у «Совенка» на лапке модный аксессуар – персональное кольцо с номером. Таким образом ученые изучают биологию сов, места их гнездования, общую численность, пути расселения и перемещения. Мама «Совенка» тяжело переживала процедуру, но потом успокоилась. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Давайте делать новости вместе. Если у вас есть интересная история или нужна помощь, звоните нам в редакцию по телефону 32 62 33. Я с вами прощаюсь. Не пропустите итоговый выпуск новостей, который выйдет ровно в 19 часов. Продолжение следует...